Рубрика «Вопросы от подписчиков». Очень хороший вопрос. Здравствуйте. Можно ли на политубежище поменять статус на рабочую грин-карту? Здесь есть нюансы. Такой юридический всегда ответ. Если вы приехали в США через Мексику, а вы сразу подали на защитный вид политического убежища, в данной ситуации перейти на рабочую грин-карту будет сложно. Я не говорю, что это невозможно, но там очень много препонов, таких, как надо будет закрывать свое дело в депортационном суде. Это просто так не делается. Потом нужно будет, чтобы вам судья все-таки дал возможность добровольно выехать из страны, что-то тоже маловероятно. И потом, только после этого, если вам одобрили петицию какую-то рабочую, у вас будет возможность через консульство просить себе иммиграционный визу. То есть достаточно сложно. И на практике, честно сказать, у меня такого клиента еще ни разу не было. Если же вы приехали в США с какой-либо визой, вы не так много дней просрочили, и потом подали на политическое убежище, и ваш кейс никуда не продвинулся, то есть вас не вызвали на интервью, потом у вас есть шанс получить грин-карту рабочую. Тоже есть, конечно, определенные нюансы. В идеале, конечно, на сегодняшний день есть такая тенденция, что какие-то офицеры в каких-то офисах могут вам грин-карту на территории США не дать. То есть это вероятность, она у нас есть. Слава богу, пока что мои клиенты с политического убежища на категорию грин-карт и B все-таки могут переходить. У меня есть один случай. Там обстоятельства, конечно, особенные, потому что клиент ко мне пришла уже после отказа. То есть она сама получила одобрение, как человек с экстрадинаментными способностями, потом подала на грин-карту на территории США. Ей отказали, обосновали тем, что тот период, пока она ждала своего политического убежища интервью, это не считался достаточно легальным статусом для того, чтобы получить грин-карту, и ей отказали. После этого она ко мне пришла, я подала уже ту же самую заявку на грин-карту от себя, и через примерно 7 месяцев тоже пришел отказ. То есть это вот единственный случай на моей практике, когда мне отказали при смене статуса человека с политического убежища на грин-карту по EBI. В такой ситуации что можно предпринять? Можно попробовать получить для себя advance parole и поехать в консульство, и получить иммиграционную визу на основании вот той одобренной петиции, которую вы получили одобрение, да, EB1, EB2 или EB3. Резюмируем, можно ли на политубежище поменять статус на рабочую грин-карту, если это у нас политическое убежище в депортационном суде? Сложно. Очень сложно, я бы сказала до такой степени, что больше, наверное, к категории относятся невозможно, либо возможно, если это очень долго и очень дорого. Если же мы говорим про смену статуса с политического убежища на грин-карту после того, как вы заехали с визой, то вероятность достаточно высокая. К сожалению, не стопроцентно, но она высокая, поэтому надо этот шанс использовать. Если вы все еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. В описании к этому видео есть ссылка на телеграм-канал. Переходите по ссылке, подписывайтесь и получайте еще больше полезной для вас информации.